Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире вновь программа «Обзор прессы». Начнем наш выпуск с нового номера журнала «Вода живая». Открывает его проповедь митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, посвященная великомученику и целителю Пантелеимону. Раздел подробно расскажет о почитании святых, о проблемах, связанных с восприятиями их образов и истории канонизации. В биографическом очерке «Хранитель святыни» рассказывается о судьбе архимандрита Саввы Струве, религиозного деятеля русского зарубежья. Материал «Церковь не уничтожить Росчерком пера» посвящен книге историка Арсения Соколова «Православная российская церковь в эпоху великих потрясений». Раздел «Люди в церкви» открывает материал о Санкт-Петербургском храме преображения Господня Лейбгвардии Гренадерского полка, который нуждается в реставрации. Продолжает раздел беседа с художником Андреем Ромасюковым на тему «Кому сегодня нужна историческая живопись». Очерк Марины Ланской посвящен энтузиасту Федору Тарабукину, который организовал необычные лагерные смены для детей и их родителей в Псковской области. В разделе «Что читать, слушать, смотреть» вы найдете информацию о наиболее интересных выставках месяца. Спрашивайте журнал «Вода живая» в храмах Санкт-Петербургской метрополии. Оформить подписку на издание можно через интернет на сайте aquaviva.ru. Перейдем к следующему изданию. Это новый июльский номер газеты «Благовест». И вот темы выпуска. Митрополит Рязанский Михайловский Марк в колонке «Слово архипастеря» говорит о том, каким примером для нас может служить жизнь святого князя Олега Рязанского. В материале «Образование» разместилась беседа с новым руководителем Рязанской православной духовной семинарии, протеереем Вадимом Базылевым. В рубрике под названием «Позывной струна» публикуются ответы героя России Владислава Головина на вопросы о воспитании силы духа, о молитве и помощи свыше. О возведении всем миром храма в честь покровителя Рязанского края святителя Василия Рязанского рассказывается в разделе «Корабль на небо». Продолжает тему материал, знакомящий читателей с историей Муромской иконы Пресвятой Богородицы, известной как «Моление святого Василия», который посвящен нижний предел строящегося храма. Рубрику «Гость номера» открывает интервью с руководителем миссионерского отдела Рязанской епархии, протеереем Арсением Вилковым. Он размышляет о том, что такое миссионерство и какое отношение это понятие имеет к каждому из нас. Завершает номер рассказ о проходящей в Рязани выставке, шедевры Русского музея XV-X веков. Газету «Благовест» можно приобрести в храмах Рязанской митрополии и в редакции издания. Также газету можно прочитать в электронной версии на сайте благовести.ру. Новый 26 номер православной газеты представляю вашему вниманию. Читайте в выпуске. Рубрику «Первосвятитель» открывает репортаж о служении Патриарха Московского и Всеруси Кирилла на соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в праздник Святой Троицы. Раздел по святым местам продолжает свой рассказ о Свято-Троицком монастыре АллатРа. Об истории обители, ее подвижниках и достижениях узнаете в новом выпуске. Для чего Господь дает благодать в таинствах церкви? Почему в церкви именно семь церковных таинств? Как благодать Божия проявляется в таинстве покаяния? Об этом размышляет клирик Вознесенского архиерейского подворья священник Вадим Смоляков, беседа с ним на 12-й полосе. Об особенностях главного духовного события Среднего Урала, царских дней, рассказали представители епархии и императорского православного палестинского общества. В рубрике «Беседы с девушкой на 20-й полосе» публикуются ответы иеромонаха Корнилия Морозова на вопросы о том, что такое душевный мир и что нужно сделать для того, чтобы достичь духовного спокойствия. В светлой памяти преподобно-исповедника Никона Оптинского посвящена рубрика «Церковный календарь». В материале «Жизнь церкви» архимандрит Гермоген Еремеев, настоятель Екатеринбургского храма во имя святого Серафима Саровского, делится воспоминаниями о своем детстве, юности и семье. В очередном выпуске рубрики «Вторая половина» свою историю любви поведали супруги Андреевы, отец Никита, клирик Вознесенского архиерейского подворья в Екатеринбурге и матушка Василиса. Кроме того, читатели июльского выпуска могут ознакомиться с материалами о всероссийском параде семьи, выставке «Духовная пристань Древней Руси», прошедшей благотворительной акции «Корзина доброты», а также о международном слете трезвости и здоровья. Подписной индекс православной газеты ПП805. Прочитать еженедельник можно и в электронном формате на сайте издания. С вами была программа «Обзор прессы». Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok